2022 стал самым экологичным годом. По зеленым знаком в округе провели 6,5 тысяч мероприятий. Это вдвое превышает намеченные планы. По подсчетам специалистов, участие принял каждый третий ямалец. При поддержке предприятий ТЭК в регионе высадили 5 миллионов молодых деревьев. Территория озеленения сопоставима с площадью 2 тысяч футбольных полей. Вместо запланированных 300 мест скопления мусора за год в регионе ликвидировали 600. Это более 90% несанкционированных свалок. Очень радует, как наши ямальцы подключились к разным мероприятиям, которые были в этом году. Это многочисленные уборки. Мы неплохо убрались. Особенно летний сезон. Можно измерять тысячами мешков, сотнями тонн мусора. Это все тоже очень хорошо, когда какой-то захламленный участок становится чистым. Самое главное – это то, что столько людей вовлечено. И это меняет их поведение. Понятно, мы за один год все не уберем. Этот процесс займет какое-то время. Но то отношение, которое сейчас у нас зарождается, очень правильно будем стараться его поддерживать. Колоссальная работа проделана в Муравленко. В ходе еженедельных субботников и акций ликвидировано 15 мест скопления мусора. В летний период у нас было проведено 19 общегородских акций по очистке территорий города и территории лесов, прилегающих к городу. В общей сложности за эти 19 акций было собрано и вывезено на полигон около полутора тысяч кубических метров мусора. И дополнительно еще мы собрали более 180 кубических метров резины в виде шин и иных изделий резинотехнических. Они были переданы на вторичную переработку в наш цех по выработке резиновой крошки. Большая уборка объединила многих. В работу включились волонтеры чистого Ямала и зеленой Арктики, бюджетники, нефтяники и работники различных предприятий. Этот год позволил усилия консолидировать и вовлечь в эту работу, ну не то что работала только власть, органы местного самоправления, главы активно работали, подключились общественники, подключились волонтеры с еще большим энтузиазмом. Очень много людей, которые реализовали, как, ну собственно говоря, участвовали где-то, либо реализовали собственные инициативы, связанные как с отходами, так и вот с этим вопросом. Поэтому мы вот для себя здесь фиксируем очень хороший такой прорыв и этот темп, ну планируем дальше продолжать. Этим летом в городе навели порядок на берегу озера в Садовом товариществе Дружба и на территории промзоны, где прежде располагался поселок Рабочий. Уборка была и в районе Соснового Бора, компании Днепр, на улице Школьной, на Дачной дороге и других участках. Самая масштабная стихийная свалка находилась на 15-й панели. Ликвидировали ее силами добровольцев и подрядной организации. На локации собрали 500 кубометров мусора. К сожалению, не удалось нам полностью ликвидировать все точки, которые на карте свалок на сегодняшний день и входим мы в зимний период с наличием четырех точек на нашей карте свалок. Планируем, что в 2023 году с наступлением летнего сезона они будут ликвидированы. Прорывным событием года экологии стал проект «Чистый Ямал». Он объединил общественные и частные инициативы в сфере природоохранной деятельности. Благодаря его реализации в Муравленко воплотили в жизнь 11 интересных проектов. Вот в городе установили таблички, чем можно кормить птиц и белок, а на сопке – беседки для комфортного отдыха. Под занавес года прошла эколого-просветительская акция по сбору макулатуры «Бумажный бум». Ставшие ненужными бумажные отходы школьники сдали на вторичную переработку. Ребята уверены, внести вклад в решение вопросов экологии может каждый. Я принес старые тетради, газеты и мои старые контрольные. Это же экологическая акция. И тем более бумагу перерабатывают в новое вторсырье и делают из них новые вещи. Это помогает очистить землю от мусора. И я хочу в этом поучаствовать. Я приносилась дома. У меня было много черновиков, журналов, тетрадей, комиксов. Объемы собранной макулатуры впечатляют. Ученики пятой школы, например, сдали более полутонны вторсырья. Один из школьников раздобыл свыше 100 килограммов различных бумажных отходов. Несмотря на конкуренцию, юные муравленковцы говорят, главное не победа – участие, ведь за каждым листом бумаги, газетой и картонкой стоит вырубка лесов. Я брала макулатуру, мне помогали родители, несли с работы там, у друзей спрашивали. Это помогает экологии. Мы, можно сказать, спасаем деревья, потому что 100 килограмм макулатура – это уже одно спасенное дерево. Бумажный бум вошел едва ли не в каждую семью, где есть школьники. Результат экологической акции – 2 тонны 252 килограмма сырья. Вся эта сумма пойдет в пожертвование фонду Ямины, нашему замечательному фонду на Ямале, который существует уже более 11 лет. И мы надеемся, что мы с даже такой небольшой суммой сможем оказать помощь детям, которые нуждаются действительно в этом, особенно перед Новым годом. Чтобы каждый из нас, подведя итоги года, мог сказать, что я что-то сделал хорошее не только для себя и своей семьи, но и для других людей. За победу в конкурсе боролись 37 классов из пяти образовательных учреждений. Победители и призеры определены в четырех номинациях. Их наградили грамотами и подарками, сделанными из вторичного сырья. Лидером среди учреждений стала первая школа. Первое место среди классов разделили учащиеся 4-го Б и 6-го В школы имени Муравленко. В личном зачете победил учащийся 5-й школы Ратмир Калимулин. Собирал дома бумагу, а родители собирали на работе. Вот так я и собрал 104 килограмма. Подарки очень классные. Вот дерево мне понравилось. Вот эти ручки всякие, карандаши и конфеты. Итоги года экологии в Муравленко подвели в торжественной обстановке в эколого-краеведческом музее. В таком очень приятном глазу зеленом цвете мы провели весь этот год. И он был наполнен особым духом, особой атмосферой. Масса мероприятий, идей, вот просто как из рога изобилия. Это все лилось просто каким-то необыкновенным потоком. И действительно это было какое-то такое общегородское движение. Акции, субботники, образовательные и творческие конкурсы. Практически все экособытия года инициировали сами муравленковцы. Лучшие экопроекты выбирали на портале «Живем на севере». Победителей и призеров определили в восьми номинациях. Я благодарю всех и каждого в отдельности, кто занимался этими проектами, кто в них участвовал. Здорово, что у нас была такая возможность. Но я думаю, что с окончанием года экологии эта возможность представится нам и дальше. В номинации «Экопредприятие года» второе место занял коллектив управления ЖКХ. Специалисты вносят неоценимый вклад в экологию города. Этим летом они определяли места, которые необходимо привести в порядок. Координировали работу волонтеров, занимались вопросами транспортировки и утилизации отходов. Эмоции зашкаливают, если честно, потому что действительно завершается год экологии. Мы начинали его немножко с такой тревогой, получится или нет. Сегодня мы понимаем, что все получилось. Очень много действительно интересного произошло. Мы рады, что и мы поучаствовали, тем самым получили заслуженные награды. Серьезный вклад в формирование полезных экопривычек у подрастающего поколения внесли учреждения образования и культуры. Первое место у эко-школы Натальи Петуховой. Лидером стал и эко-мультифест Александра Карабена. А Марина Мехедова победила в номинации «Эко-инициатива года». Проект для молодежи «Выкинь мусор из головы» летом объединил 450 ребят из трудовых отрядов и вошел в топ-10 эко-событий года на Ямале. Мы не могли предположить, что будут жителями города Муравленко предложено столько много интересных и веселых мероприятий. И самое главное, что в этот год мы сможем включить в активности практически каждого жителя нашего города. Нас радовал огород на подоконнике. Практически в каждую семью, где есть школьник, вошел бумажный бум. А я очень рада, что многим юным жителям города этот год помог выкинуть мусор из головы. Всем спасибо. Компания «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» стала призером в номинации «Эко-инициатива года» с проектом «Сохраняй Ямал». Предприятие стремится полностью нивелировать потенциальный вред людям и окружающей среде. Участвует в программе лесовосстановления, восполняют биологические ресурсы Опертышского бассейна, проводят субботники. Инвестируя в экологические проекты, нефтяники помогают обеспечивать стабильное развитие северных территорий. «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» традиционно всегда уделяет особое внимание вопросам экологии. Для нас это очень важно. Во-первых, это четко сопряжено с нашими стратегическими целями компании. Второе, мы для себя понимаем всю хрупкость экосистемы Ямала. Ну и в-третьих, это наш общий дом. Мы здесь живем, здесь живут наши дети. Этим летом Муравленко зазеленел с новой силой. В городе высадили около двух тысяч деревьев, 95 тысяч различных цветов. Активно засеивали газоны. В нескольких зонах отдыха посадили живые изгороди из Кизильника. Применялись экологичные способы пересадки деревьев. Год экологии не закончится с последним днем календаря 2022-го. Это пообещал губернатор Дмитрий Артюхов в своем докладе о положении дел. Природоохранные мероприятия и зеленые проекты будут продолжены и в дальнейшем.